Продолжим о новых реалиях. Кризис для многих это время возможностей. Если есть капитал, то его нужно грамотно инвестировать. Как и куда, об этом поговорим с финансовым аналитиком Андреем Гребенкиным. Андрей, здравствуйте. Акции многих компаний сейчас упали в цене. Если инвестировать деньги в бизнес, то в какой? Ведь непонятно, когда все закончится, какие предприятия оправятся от пандемии. Добрый день, да. Да, действительно, очень хороший вопрос. Действительно, сейчас пока непонятно последствия для многих секторов и компаний, которые сейчас там происходят в стране и в мире. Но на самом деле, понятно, достаточно там много на текущий момент. То есть, в принципе, пострадают все те предприятия, которые не ушли в онлайн. Все те, что связаны с потребительским спросом, например, торговые центры, это розничные сети, которые не организовали доставку продуктов онлайн. Кинотеатры, сектор путешествий. И на самом деле, я бы здесь посмотрел бы на те компании, ну, во-первых, кто выигрывает от текущей ситуации. Это прежде всего магазины, онлайн-доставки, это онлайн-кинотеатры, это все те компании, которые в предыдущие годы очень много вкладывали средств именно в продвижение через интернет своих товаров и услуг. А стоит ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость? Вы знаете, вот если мы говорим о том, что мы находимся в кризисной ситуации, и кризисная ситуация происходит у нас в стране и в мире, здесь нужно подразделять, да, то есть это жилая недвижимость и коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость, наверное, все видят, как сейчас ведет, то есть многие торговые центры и бизнес-центры, они пустуют. Вот, и потребитель, он, ну, по сути, после этого кризиса, он выработает новые привычки. Но, с другой стороны, если вы насмотрели какую-то хорошую зилую недвижимость, хорошей скидкой, вот, и давно не мечтали, ну, наверное, кризис это время возможности, нужно действовать. Если вкладываться в валюту, то в какой вид экономические сложности сейчас по всему миру? С валютой нужно тоже быть достаточно избирательно, то есть у нас ситуация, она примерно идет следующим образом, то есть если валюта, если смотреть рубль против доллара, либо рубль против евро, то в кризисной ситуации у нас идет удорожание как раз валюты относительно рубля, то есть рубль дешевеет, а валюты, они дорожают. А что касается криптовалют, казалось бы, когда вся жизнь сейчас переместилась в интернет, это должно быть удачным вариантом, однако пока доверия к цифровым деньгам немного. Вот вы правильно, вы правильно говорите насчет доверия, причем доверия, наверное, нет даже не то, что в российском, но и в мировом масштабе, просто у нас есть некоторые страны, примеры, это, например, Южная Корея, это Сингапур и Япония, отчасти Белоруссия, где легализована криптовалюта. Но большинство стран мира, в том числе и России, то есть мы делаем только первые попытки по легализации, поэтому с криптовалютой, наверное, это тема для профессионалов, это не для розничного инвестора, и с ней нам нужно быть очень и крайне аккуратным. Вы уже переживали подобные экономические кризисы, насколько нынешняя ситуация отличается от того, что происходило с мировой экономикой, к примеру, в 2008-м. Что можете посоветовать, исходя из личного опыта? Ну, ситуация на самом деле сильно отличается от того, что было в 2008-2014 годах. Я думаю, что большинство людей в 2014-2018 год, оно не сильно на себе ощутило, что там идут какие-то кризисные ситуации, да, там подорожали импортные автомобили, импортная техника, курс доллара взлетел относительно рубля, но как бы люди, тем не менее, они еще не ощущали таких последствий, как сейчас. То есть мы сейчас видим, что практически по всей планете 4 миллиарда человек, они работают удаленно. Вот такого, в принципе, не было за всю историю человечества, наверное. Из личного опыта могу предложить несколько рецептов. То есть, во-первых, это нужно смотреть на активы, нужно раскладывать свои инвестиции в ликвидные активы, нужно сокращать долю рискованных инвестиций. Я бы предложил населению посмотреть на те возможности, которые дает облигационный рынок. Потому что акция – это достаточно спекулятивно, нужен момент, когда все поймать, да, вот нужный момент для инвестирования. А облигации – это очень интересный вариант инвестирования, то есть это замена банковским депозитом, долларовым и рублевым. Например, просто вот одна цифра, пару цифр. В марте многие облигации российских банков в валюте давали 5-годовых. Это на горизонте погашения в 2023 год. Конечно же, это не сравнится с валютными депозитами, которые те же самые банки предлагают. Андрей, спасибо большое за советы.